Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 1 июня. Это вот ролик, не тема, никакая не огородная азбука. Просто хочу показать вам, какой у меня вырос перец загущенный, который я выращивала вот на продажу, где 300 штук в лотке. Как всегда, один лоток остался лишний. Но я же всегда сею с прибабахом, на крайний случай. Вдруг не хватит, вдруг там что-то померзнет или что-то. Но когда я сею его лишний, я предполагаю, что если все будет хорошо, то его некуда распикировывать, места для него не будет. Это точно такой же лоток, вот как я показывала Настенька, потом еще какой-то, когда женщина писала, невозможно такое без подкормки вырастить. Вот еще один такой экземпляр. Тут уже осталось немножко, потому что я уже начала соседям раздавать. Он у меня стоял до самого конца. Вдруг там что-то случится, вдруг нужно будет. И так он и не пригодился. И я его не стала распикировывать. И он как было от 200 до 300, я даже не знаю, сколько их там сейчас залезем туда внутрь. У меня он так и вырос. Видите, он загущенный, он вообще не пикированный. И он разнообразный. Какие посильнее, вероятно, семена выросли, толще. Это сорт венти, он с коротким сроком вегетации. И вот смотрите, он даже в загущенных посевах начал уже зацветать. И сейчас посмотрим число. Но я его сеяла не рано. Так, лоток номер 17, перец венти, 2 февраля, ой, 2 марта. 2 марта он посеянный. И что хочу я сказать вам интересно. Вот у меня сегодня он еще был и целый. Потом я смотрю, думаю, ну куда его девать опять. Так же, как с безрассадными томатами. Они в таком качестве никому не нужны покупателям. Да мне и стыдно, я даже не буду предлагать. Ясно, что они не распикированные все. Но они, смотрите, они тоже как хотят жить. У них такие, как зачатки, вот этих воздушных дополнительных корней. Это вот про то, что перца не надо заглублять все равно. Они корни не образуют. И вот сейчас вот так заглубить, он как попрет. И что главное интересно. В такой густоте у них никакой плесени не завелось. Ни одной черной ножки. Вот если бы выпал хоть один ряд, было бы видно, да? А вот эта каша малаша, она сплошная. И я вот еще раз убеждаюсь, что вот в такой большой компании, где конкуренция, они почему-то получаются лучшие. То ли у них включаются какие-то внутренние резервы, что они прям такие хорошие. Ну, конечно, они не такие, как вот индивидуально-то я выращиваю, которые по стаканчикам разложены. Тут, естественно, у них и ствол одервеневший, и корни хорошие. Но все равно для компании перцев в 300 штук в одном лотке просидеть с 3 марта, апрель, май. Вот им сейчас 60 дней. И я не знаю, поверите вы на слово мне или нет, но я даю слово, что ни одной подкормки не было, и никакого абсолютного ухода за ним не было, кроме полива. Потому что, особенно если вот этот он посеян на запас, я те распикировала, а этот стоит запасной, мне даже в голову никогда не приходит делать им какие-то подкормки, куда их подкармливать, если им и так тут вот уже некуда. Если бы их подкормить, они бы, представьте, какие огромные, вообще бы, наверное, разрослись. Вот это про то, что наши растения, они такие удивительные, и мы, возможно, не знаем до конца, на что они способны. Их вот этих потенциалов, их резервов. Мы всегда думаем, что перец такой неженка, что нужно его там в отдельный стаканчик, одно семечко там за ним ухаживать, его подкармливать, его опрыскивать. Вот, пожалуйста, вам подтверждение тому, что они могут расти и сами по себе. Один уже зритель надо мной смеется, что у меня любимая фраза, ничего не делайте, само вырастет. Но это действительно так. Вот если ничего не делать, оно почему-то растет само все. Ладно, все, до свидания, не буду вас отвлекать. Вот посмотрели на эту такую буйную растительность, вот этого перца венти, сейчас соседям раздам, потому что у некоторых, конечно, он это, как сказать, немножко тонковатый для хорошего перца, но у некоторых и такого перца не вырастает. Нынче показывают вот такие вот, говорит, росточки, сейчас приехала моя одна знакомая. Мы, говорит, посадили, долго ждали, и больше 5 сантиметров не выросло. Так что и такому будут рады. Все, до свидания, перцы теперь поедут в разные концы города у меня. Это, конечно, все уже так, в качестве подарков. Вот еще хочу показать вид сбоку. Смотрите, какими стройными рядами они стоят. И хоть бы один заболел, и хоть бы один что-то с ним сделалось. Прям вот как частокол, как солдаты. Но это, знаете, я вот все-таки хочу, я подозреваю, что это зависит от того, что хорошая земля и сильные свои семена. Вот эти семена, конечно, свои, это не магазинные, я таким частоколом высаживаю. И земля обязательно свежая, вот как я говорила, поливая и перегной. И когда я набираю свою землю, я всегда говорю, что приготовив свой качественный, жирный, плодородный грунт, мы освобождаем себя от дальнейших подкормок, от дальнейшего ухода, от дальнейшего всего. Мы живем отдельной жизнью, перец живет своей жизнью. Поэтому нынче осенью не ленитесь, будем заготавливать свою землю, чтобы вот такие же, вот без всякого труда росли у нас и перцы, и томаты. Ну, у меня обычно так и бывает, что раз у меня их много, значит, внимания им мало. Растут сами по себе.